Проечь Циндичати, США, Козы против изменения климата Сабина Хаман Китуи Проечь Циндичати, США 12 ноября 2019 года Булавая, в этом году по Мазамбику пронесся циклоны Дай Сопровождавшие его сильные ветры и проливные дожди привели к массовым наводнениям, гибели сотен людей, а также масштабному уничтожению посевов и имущества Примерно 140 тысяч человек пришлось эвакуировать, и даже спустя 6 месяцев почти миллион человек, в том числе 160 тысяч детей в возрасте до 5 лет, по-прежнему испытывают нехватку продовольствия и не доедают И дай не первый и не последний циклон, нарушивший жизнь фермеров в южной части Африки По мере продолжающегося изменения климата такие ураганы станут чаще и интенсивнее, как и засухи, от которых уже страдают фермеры в Мазамбике Но есть простой способ повысить устойчивость к изменению климата для фермеров в уязвимых регионах Инвестиции в рынки коз Козы – домашние животные, содержание которых обходится сравнительно недорого Для них не требуется больших предварительных вложений в помещение или оборудование И они выносливые, у коз гораздо больше шансов пережить длительную засуху, чем, скажем, у зерновых культур Их даже можно кормить невозревшими сельхоскультурами Как и другие виды имущества, стадо коз может быть своего рода сберегательным счетом для фермеров, которые могут покупать больше животных, когда у них есть свободные деньги, и продавать их в трудные времена Это особенно верно для Мазамбика, где спрос на козье мясо быстро растет, цены тоже растут, и крупные скотобойни активно стремятся закупать коз у мелких фермеров Тем не менее, фермерам в Мазамбике трудно воспользоваться этой возможностью Мешают такие факторы, как плохое состояние рынка и повсеместные кражи Именно эти проблемы мы с коллегами по Международному научно-исследовательскому институту растеневодства в полузасушливых тропиках Совместно с научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Мазамбика и Центром исследования в области развития при Университете природных ресурсов и биологических наук в Вене В настоящее время пытаемся решить Мы выступили с инициативой по организации связи фермеров в Мрара, районе Мазамбика, подверженным засухе, с организациями, предоставляющими сельскохозяйственные услуги, а также с местными органами власти, скотобайнями и поставщиками сельскохозяйственных товаров Это инновационная платформа, которая в настоящее время включает 60 фермеров в 6 деревнях, позволила выработать совместные решения, соответствующие местным условиям Она помогает улучшить рынки коз, обеспечивая направление и стимула для сельскохозяйственных услуг и инвестиций Возьмем, к примеру, кражу скота В районе Мрара фермеры не решались кладывать деньги в увеличение количества животных, потому что неизвестные преступники регулярно крали свободно пасущихся коз Благодаря инновационной платформе сельские жители, местные органы власти и полиция смогли совместно разработать стратегию борьбы с кражами, основанную на возведении блокпостов в стратегически важных местах Платформа также способствовала созданию более структурированного рынка коз, который лучше соответствует потребностям фермеров Традиционно козы в Центральном Мазамбике продавались через единый рынок Но чтобы добраться до этого рынка, фермерам приходится преодолевать значительные расстояния вместе со своими козами, которые во время путешествия теряют весовой Поскольку тощая казана скотобойния стоит дешевле, она приносит фермеру меньше прибыли Чтобы избежать таких переходов, фермерам иногда приходится полагаться на недобросовестных посредников С момента появления инновационной платформы скотобойния фермеры начали работать над созданием новых, более мелких торговых точек, ближе к покупателям и продавцам Пока что наши данные свидетельствуют о том, что фермеры, участвующие в инновационной платформе, смогли лучше удовлетворить рыночный спрос и больше зарабатывать на своих козах Фактически некоторые фермеры уже готовы расширить свое производство и совместно со скотобойниями разрабатывают систему ценообразования на основе качества Создание структурированного, хорошо функционирующего рынка коз помогает наладить положительную обратную связь Если фермеры уверены, что их коз не украдут и что животные будут проданы по приемлемой цене, они могут вкладывать больше денег в улучшение своей производственной системы В этом также помогает инновационная платформа Для начала мы обучили фермеров, как улучшить почву путем расширения посевов бобовых культур, остатки которых можно использовать в качестве корма для коз Осознав преимущество этой практики, фермеры немедленно начали увеличивать плотность посевов, вносить навоз и вводить севооборот, наращивая тем самым урожайность и производя больше корма для более здоровых коз Мы также опробовали анализ почвы на фермах, который может помочь владельцам выявлять проблемы с состоянием почвы и разрабатывать собственные решения, например, выращивать больше бобовых или добавлять навоз и компост В целом, инновационная платформа положила начало процессу, в котором фермеры поддерживают друг друга для укрепления и усиления рынка Например, более успешные, выращивающие коз в районе Мерара, дают советы, с чего начать, своим коллегам с пока еще скромными доходами При поддержке со стороны правительственных учреждений и организаций по развитию рынки коз могут продолжать расти, увеличивая доходы и устойчивость положения фермеров в районе Мерара и за его пределами Такая поддержка может включать в себя инвестиции в службы технической помощи для животноводов, особенно для женщин и малообеспеченных фермеров, посредничество в переговорах о ценах между покупателями и продавцами, а также создание надежных метрологических служб Чтобы обеспечить такой прогресс, жизненно важно поддерживать инновационную сеть Поскольку изменение климата продолжается, проблемы, с которыми сталкиваются мелкие фермеры, будут только расти И лучший вариант справиться с ними, действовать совместно Сабина Хаман Китуи, старший социолог Международного научно-исследовательского института сельскохозяйственных культур для полузасушливых тропиков И через сеть, материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ